Доброе утро! Я со щеткой. Чищу машинку. Янка уже сидит внутри, потому что мы торопимся в бассейн. Мы торопимся в бассейн. Маша это мне показывает. Мама, чисти, чисти. Ну да, сегодня у нас так холодно. Чуть-чуть снега на машине. Сейчас Янку завезу в бассейн, потом уже муж ее оттуда заберет, завезет в школу. Ну а после школы, вы помните, у нее сегодня еще теннис. Так что Яна будет с мужем часов 8, а я полечу на работу. Мне очень много еще надо всего сделать на работе. Мне сегодня хочу новый договор заключить с одним поставщиком о сувенирной продукции, чтобы чуть больше привозить сувенирки. Особенно сейчас, в преддверии Нового года. Вот так с вами я по-быстрому и пообщалась, пока почистила машину. Все, садимся в машину и везем. Привезла Янку в бассейн. Смотрите, сколько бедненькая, сколько у нее там клумок. Вон она пошла. И теннис, и бассейн. Вот эта школа, куда мы ее возим. Ух ты, минус 6 у нас сегодня. Морозненько. Все, Янка уже в бассейне. Я бегу в школу. В магазин иду со своими вот вещами, с компьютером. У нас такая, знаете, красивая зима. То есть снега много не выпало, просто припорошила. А деревья все как лыни. И вот я сейчас ехала, проезжала мимо парка, ну комсомольского озера. И там все деревья вот белые. Так красиво, просто. Вот если бы могла остановиться вам на это заснять, конечно, я бы остановилась. Но там негде было припарковаться, а рядом еще дворец нашего президента. То есть даже просто встать на варейке, поснимать это нельзя. Поэтому вот проехала, сама запечатлела у себя в голове, ну а вам пока не сняла это. Ну, вид очень красивый, поверьте, мне на слово. Все, пойдемте, а то рука мерзнет. Смотрите, как у нас, а то здесь светится все. Такой свет красивый, теплый, свечечка горит, Юлечка улыбается. Ну, посмотрите, и заходишь, и вот здесь сразу весна, радость, тепло, уют. И какая красивая там стоит композиция. Маринка сделала вчера, я ей показала, ну и сказала, из каких цветочков, говорю, сделай композишку, молодец. Сейчас вам тоже я покажу, а пока Юльку вам показываю. Юля! Ну и что, мои хорошие, я уже собираюсь уходить. Я только что много всего сделала. Связалась с одной российской компанией, которые занимаются разными сувенирками. Там, сувенирками? Есть такое слово? В общем, которые занимаются сувенирной продукцией. Будем сейчас с ними заключать договор и начну с ними работать. Попробую, попробую сюда попривозить немножечко новой сувенирки. К сожалению, в Беларуси я никак не могу найти хорошего поставщика. Поэтому, если кто-то из Беларуси знает хорошего поставщика сувенирной продукции, то пишите мне в личку, отправляйте контакты, я с удовольствием свяжусь. Потому что то, что я вижу здесь в Беларуси, ну, меня не устраивает либо качество этого товара, который они предоставляют, да, то есть там такой совсем Китай-Китай жутчайший, либо цена меня не устраивает. Это цена закупки, не говоря уже о том, что я свою наценку еще дополнительно буду ставить правильно на этот товар. Соответственно, мне надо цена закупки, чтобы меня полностью устраивало, чтобы итоговая цена здесь в магазине была не сильно заоблачной. Я этого тоже не хочу. Ну, вот в России нашла такого поставщика, попробовали сейчас связаться, работают они с Беларусью. Сейчас будем оформлять документы, плюс мне надо еще в банк свой съездить, решить вопросы, как я буду проводить оплату, потому что проводить мне надо будет отсюда, из Минска, но в российских рублях отправлять, то есть какие дополнительные налоги я должна платить. Если я ввожу товар из России сюда, я обязана буду платить за каждую поставку 20% входного НДС, когда сюда будет приходить эта поставочка, что, в принципе, тоже отразится на стоимости товара уже на полочках. Ну, ничего, то есть я сейчас буду все просчитывать, пока мы делаем договор, занимаемся, знаете, вот таким моментом документооборота, то есть процесс всего этого подписания, я как раз посижу и поизучаю, проанализирую, как мне будет выгодно работать, то есть какие будут цены итоговые, какая у меня наценка, возможно, будет. В общем, вот такими делами я сейчас занималась, то есть общалась с менеджером, отправляла нужные документы, плюс сейчас еще со своим банком вела переговоры, потому что мой банк, у которого я обслуживаюсь, они сейчас ввели систему для своих клиентов, скидочную систему, меня попросили стать партнером банка, то есть клиенты мои, которые будут приходить с карточкой моего банка, показывать эту карточку, будут у меня здесь в магазине получать скидочку на любой товар, который они будут покупать. И, соответственно, мой банк также на своем интернет-сайте будет рассказывать про меня, о том, что вот есть такой магазинчик с таким ассортиментом, и, ну, чтобы люди ко мне сюда шли. То есть вот такими делами я сегодня занималась, делами, можно сказать, нового ассортимента и продвижения своей мастерской. Обещала вам еще показать, обещала вам показать композицию, которую сделала Мариночка. Вчера, когда я уходила, я попросила Марины сделать небольшую зимнюю композицию из живых цветочков, чтобы, возможно, кто-то вот придет и идет в гости и хочет сделать такой небольшой подарочек, вот, чтобы уже была готова, она здесь на витрине стояла. Почему я попросила ее сделать? Потому что у меня была одна иустома осталась, у меня была пачка иустомы, человек купил сразу всю, и одна штучка осталась, она свеженькая, хорошенькая, но ее тяжело уже одну продать из вазочки, сами понимаете. И я привезла вот буквально два дня назад белую гвоздичку, красивую, хорошую, и три гвоздички было сломанных. Вот на основе этих цветочков, они свежие, они хорошие, мне за них не стыдно, я ей попросила Мариночку сделать композицию. Давайте, хватит болтать, сейчас вам ее покажу. Видите, свечечка горит, и вот в таком деревянном ящичке у нас лофт написано, такой немножечко сероватого оттенка ящик, вот такая композиция. У нас здесь гвоздика иустома, как я вам уже сказала, чуть-чуть Марина добавила хлопка, сизовое эвкалипто, лимониума, и пару вот искусственных таких для декора, веточек, ягодок и новогодних шариков. Как по мне, очень по-зимнему вышло, очень мило, мне очень нравится, Мариночка молодец, хорошая композиция получилась. Ставим ее сейчас в холодильничек, и пусть стоит, и возможно кто-нибудь сегодня или завтра придет, и купит ее в подарок своим близким и родным. Ну, а если вы там слышите, у меня на заднем фоне играет музыка, правда я пытаюсь ее переключать, чтобы Ютуб меня не заблокировал. Нашла Юльке музыку рождественскую, вот сейчас поет, но все, Юльке будет весело, а я побежала дальше, потому что надо бежать, надо зайца делать. Да, Юлечка? Да, делай. Позвони. Ну что, все, я уже во дворе, достаю свою, видите, набор ключей. Это нечто, я как ключница хожу, у меня тут от квартиры, от квартиры мамы, от работы, еще той квартиры, которая строится, еще если потеряю, вот так это все будет. Ну, зато, как муж смеется, меня ветром не снесет. Все, иду к подъезду. Я машину закрыла или нет? Слушайте, вот с вами поговорить, так я не забыла камеру включить, а машину-то я. Не, мне кажется, что я не забыла, вроде я ее закрывала. Ладно, там все равно ничего такого серьезного нету, если что, сама закроется. Если ее не трогать минуту, то она сама закрывается. Ладно, иду все, в подъезд домой, греться, видите, нос красный, чай сейчас буду пить, мороз такой, вообще классно на улице, красиво так вот. Ну, конечно, когда много снега, будет еще более красиво, но все равно здорово. Настроение супер, да, у вас тоже? Сейчас пойдемте, уже дома увидимся. Всем привет, мои хорошие, слышите, меня уже почти 7 часов, и я только вот сейчас сажусь вязать своего зайчишку, которого мне надо связать. Дело в том, что я приехала домой, перекусила, и во мне было столько драйва, столько энергии, которую только надо было направить вот исключительно во что-то физическое, да, какую-то активность физическую мне надо было совершить. В итоге я ее и совершила. Я убралась в квартире, в детской, на кухне, все перемыла, проставляла. В общем, знаете, я сделала такую работу сегодня, вот часа, наверное, за 3, сколько я обычно в течение дня, выходной, очень медленно, и размеренно вот делаю. А тут за 3 часа так, ух, прям как, как я не знаю, как ракета я сегодня тут носилась по квартире. В общем, это иногда хорошо, когда в тебе столько энергии, полезные дела можно сделать. Сейчас все, я уже готова спокойно успокоиться, сесть, и вот вязать. Включила себе интернов по ТНТ идет, в самой первой серии. Вот, пусть тихонечко они там что-нибудь балбочат, а я буду продолжать вязание зайки. Янка моя сейчас уже начинается у нее теннис, потом муж ее заберет и привезет домой, и мы вместе поужинаем, сделаем уроки и будем ложиться спать. Вот такие у меня планы. В принципе, все вам рассказала, давайте тогда позже включусь, когда придет Яночка, покажу, в каком у меня процессе зайка, чтобы видео все-таки не было сильно коротеньким. И попрощаюсь потом уже, хорошо? Кстати, спасибо всем большое, кто был со мной вместе на премьере видео про упаковку букета. Мне было очень приятно, когда вы писали, пусть вы сегодня мало писали, наверное, все были видео, все там смотрели, потому что обычно так идет чат достаточно активненько, а сегодня буквально в начале все поздоровались, и все, и была тишина в чате, но я понимаю, что, в общем, вы внимали, внимали каждому моему слову, либо действию, которое вы видели на этом видео. Так, все, хватит болтать, побежали, точнее, начали вязать зайчишку. Ну что ж, мои хорошие, как вы видите, я уже с Яночкой, у нас уже вечер, мы уже перекусили, по Янке даже видно, что мы перекусили, надо отойти умыться. Ну вот вернись, чтобы никто ничего не видел, пойду сейчас ее умою, и что, садимся за уроки, 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 потому что завтра у тебя хор, значит, до хора надо, чтобы все было сделано. Те руки холостые. Да, я знаю, я их только что мыла, поэтому мы сейчас с Яночкой сядем, сделаем уроки, чтобы спокойно она поспала, утром проснула и с хорошим настроением, позавтракала, и поедем с ней на хор. Ну, опять же, вы завтра сами все узнаете, чем мы будем заниматься. Ну, про Яну, там все понятно, у нее четкое расписание, там ничего не меняется. Я уже связала полностью одно ухо, второе уже вяжу. Не дам, у тебя грязные руки, оно здесь очень белого цвета. А ты мне приложить? Приложить тебе вот такие, ниже, ниже. Вот такие длиннющие уши. Сейчас оно такое, знаете, топорщится сильно, перед тем, как привязывать уже на зайку, я обязательно проглаживаю, пропариваю, тогда они становятся мягенькими, очень аккуратненькими, и красиво лежат у зайчика. вот. Поэтому сейчас довяжу второе, и на сегодня это будет все. Сегодня больше вязать не буду, уже завтра начну вязать ручки, и, возможно, ножки. Посмотрю, как буду успевать. Все, мои хорошие, вот так вот прошел наш день. Напишите в комментариях, как вы проводите свою рабочую неделю, что у вас интересного происходит, потому что я вам показываю все, что у меня происходит в жизни, вы сами видите. Спасибо большое, что смотрите, что ставите лайки, пишите свои комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Я вас очень-очень сильно люблю, не забудьте, что в пятницу вас ждет новое видео про второй веночек, как его сделать. И до новых встреч, с вами была Оля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok